Подписанию Международной домовы об реализации проекта «Потрымка процованных потенциал у молодых инвалидов» попередничала ей пропроцовка, которая дожилась о некольких месяцах. Этот проект на общую стоимость 65 тысяч евро мы хотим реализовать в текущем году. Каждый год посольство Польши выделяет около 200, чуть больше 200 тысяч евро на разные проекты того типа. Одним из приоритетов является реабилитация и профессиональное приспособление инвалидов. В этот раз мы проект реализуем в тесном сотрудничестве с горысполкомом Баранович. Мы очень рады, что мы именно этот проект реализуем тут. Домова подписана с двумя барановицкими установами – комбинатом надомной працы и территориальным центром социальных обслугований насельництва. Ее методы помогли у самореализации и процелоткованию минавито молодых людей с инвалидностью. Их у города колят 300 человек. Для нас это довольно сложная проблема. Это та категория лиц, которая с трудом, скажем так, находит свои трудовые места. Поэтому этот проект для нас очень важен и очень нужен для таких предприятий, как комбинат надомного труда и территориальный центр. Это большие суммы средств, которые помогут решить наши проблемы. Подчас реализации проекта плануется набыть для комбината надомной працы сучастное швейное обсталявание. Утымлик, употр для раскроивания тканины. А так само провести профессийное навучение 15 молодых инвалидов с дальнейшим процелоткованием на новостворенные рабочие мессы. Для территориального центра социальных обслугований насельництва выражется проблема перевозки людей с обмежеванными махшимостями. Благодаря реализации проекта наш город будет обеспечен еще одним транспортом, оборудованным подъемником. Это означает, что люди с ограниченными возможностями, которые передвигаются в инвалидных колясках, смогут больше ездить, посещать наш территориальный центр. И мы планируем открытие нового отделения, еще одного-второго, для инвалидов, которые имеют тяжелые и множественные нарушения. В рамках этого проекта на приобретенном транспорте мы сможем возить молодых инвалидов самостоятельно из дома в отделение территориального центра и также обеспечить бесплатную доставку назад домой молодых инвалидов. На приеме у Гарвыканками представники мясцового бизнес-инкубатора и территориального центра пропоновали у вазе польских гостей еще несколько проектов, которые тышатся занятости инвалидов и меркующую пазу затекавленности с польского боку супрацовництва будет протягнуто. Алена Ракуть, Юра Титул, Ирина Никитина, Телерадо и компания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова